Всем привет! Сегодня 21 декабря, Московская область. Давно не снимала видео. Хочу вам показать, чем я сейчас занимаюсь. Начну я с растений. Сразу скажу, что на протяжении, наверное, нескольких лет я уже не занимаюсь выращиванием зимнего огорода, огорода на подоконнике. Я для себя потеряла в этом вообще смысл. Есть причины, поэтому зиму я оставляю для того, чтобы просто отдохнуть. Но растения все же есть. В данном случае это пеларгония. У меня в этом году было всего лишь два куста. Это белая и лососевая. Они у меня росли в общем горшке. Я их прямо перед самым заморозком занесла, разделила, пересадила вот в такие двухлитровые горшки и обрезала. Оставляла просто пеньки. Посмотрите, как она отлично разрослась, какие пушистые кусты получились. Вот так она выглядит. Замечательно. Ночеренковала я 13 штук. В данном случае здесь осталось 10. Тоже кусты неплохие черенки. Посмотрите, тоже уже пушистые. Значит, растут они у меня в пол-литровых стаканах, в темных. Здесь есть, конечно, дренажные отверстия. Почва смесь я составляла сама. Значит, торф, компост, разрыхлитель, здесь вермикулит и биогумуса немножко. Срезала с этих маточников черенки, подсушила и просто поставила в землю. Уплотнила возле стебелька. Все. Вот таким образом у меня 10 черенков. Вот здесь 2 черенка в не очень хорошем состоянии, но они живые, растут, поэтому я не убираю пускай. Ну, а эти отличные кустики получились. Поливаю я редко, наверное, раз в 10 дней. То есть я их прям подсушиваю. Стоят напротив окна. Конечно, висит лампа бикалорная, потому что солнца у нас практически нет. Очень темно, темно даже днем. Темнеет рано. И я их подсвечиваю, конечно. Буду формировать, прищипывать, чтобы кусты были и более пышные. Конечно, еще я в следующем году докуплю несколько расцветок. Хочу развести побольше пеларгонии. Она мне очень нравится. Неприхотливый цветок. Цветет, растет и в хорошем виде находится до самых заморозков. Вплоть даже когда заносишь домой, она продолжает цвести. Но я ее сразу обрезаю. Хорошо себя чувствует в любую погоду, в открытом грунте. Поэтому хочу побольше пеларгонии. И цветет она красиво. Расцветки тоже довольно-таки красивые. И разнообразные. Поэтому черенковала своей, сколько смогла. И буду докупать. Это все, что у меня растет сейчас, если можно так сказать, на подоконнике. А значит была у меня калибруховая. Питунью я не сажаю уже несколько лет. Я от нее отошла. Она мне разонравилась. В общем, сажала я в этом году черенками. Покупала черенки. Это калибрухова. Тоже хороший цветок. Хотела начеренковать. Но так как мы уезжали в августе и в сентябре надолго. По приезду она вся засохла. В общем, знаете, черенки были бы не очень. Я не стала снимать с маточников. Я просто выкинула эти растения и все. Если я захочу калибрухуа, я несколько черенков себе куплю. Но не знаю, еще буду ее выращивать или нет. Она у меня росла красиво в высоких плетеных горшках, которые я плела. Они конусовидные, высокие, красивые. Смотрелось очень красиво. Ну, посмотрим. Возможно, что и куплю несколько черенков для разнообразия. В этом году я на цветы делаю упор. Это на пеларгонии. Так, ну и пойдемте я вам покажу, чем я еще занимаюсь зимой. Также вы знаете, что я плету кашпо. В этом году решила сплести для себя комплект. Это попытка номер два. Попытка номер один была в прошлом году. Был у меня комплект. Состоял из трех конусов высоких и два низких кашпо. Я участвовала в этом году в ярмарке в городской в осенне. Цветы на тот момент уже отошли. Я кашпо освободила, вымыла. И взяла их на ярмарку, чтобы поставить срезы гортензии. Очень красиво смотрелось. И, в общем, у меня их купили на ярмарке. Практически весь мой комплект. Я осталась без горшков. Поэтому сплела на этот год, на следующий сезон, себе комплект. Он тоже состоит из пяти горшков. Кашпо. Цвет я для себя выбрал сложный. Это серия Прованс. Вы посмотрите, какой он красивый. Как будто состаренный. Я не знаю точно, как передаст вам этот цвет камера. Но это теплый, такой красивый цвет. Очень сложный цвет. Смотрите, здесь расстояние в стойках я выдержала около пяти сантиметров. Это широко поставленные стойки. Обычно я соблюдаю три сантиметра, а здесь пять. Это чтобы показать вот эту всю красоту этого ротанга. Как поднатуральный, знаете, я сделала. Классическое плетение. На бортике колосок. Закрытие типа косички. Ручки для удобства. Они функциональны. За них можно браться. Это крепкие ручки. Форма. Посмотрите, какая форма. Форма низкого цилиндра. Именно такую форму я себе хотела. Эти кашпо очень красиво подойдут к дому, к моему участку, к интерьеру. Чтобы создать такую цилиндрическую форму кашпо, я здесь использовала две емкости. Здесь две соединенные емкости. Литраж 15 литров. Как вы заметили, что здесь не дренажных отверстий. Да, я в этом году решила попробовать вырастить цветы без дренажных отверстий. В этих низких цилиндрах я буду выращивать пеларгонию. Несколько кустов буду сюда сажать. На низ, конечно, будет у меня керамзит и легкая пучева смесь. Составная буду составлять сама. Если я пойму, что растения себя плохо чувствуют, я не смогу за ними ухаживать без дренажных отверстий. Я в любое время, даже при наличии, что здесь будут расти цветы, могу всегда сделать здесь дренажные отверстия. Просто шуруповертом сделать несколько отверстий. Вот и все. Почему решила без дренажных отверстий? Потому что хочу поставить, знаете, где вот на веранде, на ступенях, чтобы вода не проливалась. Поддон делать. Я тоже делала поддон, делаю, чтобы кашпо было с дренажным отверстием. И поддон, тоже он плетеный. Но не хотела, сюда не подойдет поддон. Поэтому решила без дренажных отверстий. Посмотрите, как красиво все смотрится. Цвет вообще шикарный. Это тоже цилиндр, но он чуть повыше. Вот если сравнить, сейчас поставлю их рядом, он чуть-чуть повыше. Вот так. Видите, разница. Решила сделать два низких и один чуть повыше. Литраж тот же самый, 15 литров. Ну, рабочий объем здесь, конечно, будет поменьше. Наверное, литров 13-14. То есть здесь еще же земля будет засыпаться по плетению. Поэтому литр два, наверное, отсюда уйдет. Ну, рабочий объем литров, может быть, 13. Тоже ручки, они функциональны. Можно поднимать кашпо с землей. Все выдержат. Тоже емкость. Две емкости использовала. Ну, и точно такая же таблетка. Вот она. Плетение везде одинаковое, чтобы создать комплект. Так, это три напольных кашпо у меня и три кашпо подвесных. Вот так я вам сейчас покажу общим планом, а потом подробнее. Вот так. Значит, здесь емкость на 12 литров. То есть рабочий объем, полезный объем здесь, наверное, будет, ну, литров 10, скорее всего. Тоже без дренажных отверстий. Ротанг прованс. Плетение тоже один через один. И колосок по бортику. Здесь, чтобы не делать дренажные отверстия, я оформила вот так. Здесь одна емкость использована. Стойки я натягивала через дно по внешней стороне. Но смотрится очень красиво, как, знаете, снежинка. Потому что она подвесная, и чтобы вот здесь было тоже красиво, чтобы было красиво дно, вот таким образом и оформила. Сплошное дно мне не нравится. То есть можно было бы дно провязать полностью, допустим, прутком вывязать, и оно было бы закрыто. Но все-таки вот такой снежинкой мне нравится больше. То же самое. Дренажных отверстий нету, но если я пойму, что с растением что-то не так, я всегда могу здесь сделать дренажные отверстия. Очень все будет легко, даже если растение уже будет расти. Вот такое подвесное кашпо. Но дело без ренажных отверстий, с той целью, чтобы тоже где-нибудь на входе, допустим, оно у меня будет висеть, и чтобы вода не капала на голову. Или на плитку, допустим. Чтобы избежать грязи, да? Вот такое красивое. И второе подвесное точно так же сплетено. Вот такое донышко получается красивое. Цепочки держатся на таких крючках, а здесь целая система, чтобы удержать вот этот вес, потому что пачка смесь тоже будет здесь, конечно, засыпаться легкая, чтобы эти крючки удержали достаточно тяжелый вес. Здесь целая система укрепления под плетением. К сожалению, у меня нет фотографий вам показать, как я делала вот эти крючки, вставляла сюда и фиксировала там их очень надежно. В общем, здесь целая приспособа, чтобы крючки выдержали всю массу земли, соответственно, цветка, который здесь будет расти. Вот такой замечательный комплект. Мне очень он понравился. Аккуратно, красиво исполненный цвет. Цвет очень красивый. Здесь вы на заднем фоне видите, это вот юбка для этой замечательной елки. Чтобы закрыть вот эту крестовину у елки, я приобрела алюминиевый каркас для того, чтобы сплести сюда юбку. Будет она у меня тоже вот такого цвета. Вот такого. Не буду говорить, где приобретала этот каркас алюминиевый, потому что исполнение его работа не очень хорошая. Поэтому, где заказывала, не скажу. Потому что там второй раз заказывать там не буду сама. Но у меня муж здесь доработает, доделает ее. Я ее обязательно буду красить в тот цвет, которым буду оплетать. То есть вот коричневой краской я буду красить, чтобы вот этот металл не светился через плетение. Потому что все равно будут какие-то промежутки между ротангом при плетении. И чтобы он не светился, вот этот металл, я буду красить под цвет ротанга. Если будет светлым, то, конечно, белой краской бы красила. В общем, вот такая юбка у меня будет. Алюминиевый каркас, он очень мягкий. Ой, он не мягкий, а очень легкий. Поэтому девчонки плетут на каркасе из тазов огромных, больших, строительных. Я этого принципиально не делаю никогда. Я вообще считаю, что строительная емкость категорически не должна находиться в доме. Это емкости, вот они, они строительные. Это для улицы. Прежде всего для выращивания и для нахождения этих емкостей на улице. А в доме все должно быть или пищевой пластик. Если у меня дома есть плетеные вещи, это пищевой пластик обязательно. Если это каркасное изделие, бескаркасное, понятно, там каркаса нет. Ну, вот, допустим, елка, она, юбка для елки, она, конечно, будет только или бескаркасная, или на алюминиевой основе, то есть на металле. Потому что строительная емкость нет. Для дома это категорически нет. Вот так вот. Лежанка для кошки у меня тоже из пищевого пластика сделана, сплетена. Поэтому никаких строительных емкостей, я считаю, в доме не должно быть. Только улица. Это уличный материал, пускай он на улице и находится. Вот, в общем, вот такие вот у меня дела. Ну, елку я сплету до нового года. В любом случае, еще есть сколько-то, 10 дней до нового года, поэтому я успею. Мне самое главное ее здесь чуть подделать и покрасить. А в плетении я уже, я думаю, быстро сплету. Вот так. Так, еще вам кое-что хочу показать, чем занимаюсь сейчас. Еще в этом году я решила сделать ватные игрушки. Украсить елку в стиле природы. Это такие грибы, мухомор из ваты. Гусеница, кстати, тоже из ваты. Так, дальше белый гриб из ваты. В телеграме просили показать мастер-класс, как я это делаю. Но на это нужно очень много времени и тишины. А тишины у меня в доме мало. Поэтому вот показываю вам готовые игрушки уже. Здесь крючок, ниточка. Нитку подбирала по цвету игрушки. Это лисичка. Вот так она выглядит. Эти игрушки на подарок. Еще для себя сделала новогоднюю композицию на стол поставить. В основе здесь картонная коробка. В коробке находится губка. И уже в губке я вставляла вот эти все новогодние украшения. Это голубые веточки ели. Искусственные, конечно. Всякого рода ягодки. В центре ангел. Шишки. Хлопок. Хлопок, кстати, я сделала сама. Вот здесь вот у меня хлопок не приклеен. Хочу вам показать, как я это сделала. Вот смотрите. Это... Ой, упала. Вот это... Я не знаю, как они правильно называют. Это кожурка от шишек. Сейчас я вам покажу. Вот шишка. Я разламывала, выламывала вот эти части. Соединяла их. Но это не от этой шишки. Соединяла их между собой клеем. Накрутила вату в шарики. И вот так их соединила. И получилось у меня... Получился у меня хлопок. Вот так. Просто он сейчас здесь у меня не закреплен. Нужно будет его приклеить. На горячий клей посадить. И вот так они выглядят. Довольно-таки реалистично. Правда? Вот здесь хлопок. Они получаются такие небольшие для такой композиции. Небольшой на стол. Самое то. Вот такая красота. Тоже все своими руками. Я думаю, смотрится симпатично в центре стола на Новый год. Очень красиво. Сюда можно поставить также еще две свечки, допустим. Но я не захотела. Она была слишком перегружена. И так достаточно. А вот елка. Это гирлянда-капелька. Или называют еще ее роса. Это мелкие огонечки. Они прикреплены на очень тонкую проволоку. И я обмотала елку. Здесь, по-моему, 50 метров этой гирлянды. Насколько я помню. И листу. Белый гриб. Вот он. Из ваты. Тыква. Тоже изготовлена из ваты. Мухомор. Это молоденький. Видите, он еще шляпка не раскрывшаяся. Этого тоже. Шишки. Это настоящие шишки. Я их просто покрасила. Приклеила веточку ели. И линточка. Такая шишка получилась. Грибы. В общем, вот такая красота у меня в этом году на елке. Тема природа. Лес. И здесь, конечно, еще будет у меня возле Деда Мороза снегурочкой уже готовая юбка. Дед Мороз из ваты. Это советская игрушка. Чуть больше рубля стоила. Чуть больше трех рублей. И снегурочка. Тоже игрушка ватная. Вот такая елка у меня в этом году. Так, я вам сейчас венок покажу. Новогодний. Так, это у меня кухонное окно. Новогодний венок висит пока здесь. Я не хочу его вешать на двери. Хочу повесить на стену, как панно. Но венок тяжелый. Он довольно-таки большой и тяжелый. И крючок, который я купила, который можно приклеить на обои и потом его убрать, он не выдерживает вот эту массу и падает. Поэтому все-таки нужно сверлить стену и вешать красивый крючок уже на крючок вот этот новогодний венок. Потому что у меня есть венок поменьше, я вам сейчас покажу. Он хорошо держится на стене за счет клейкого крючка. Его можно потом снять и обои будут не повреждены. А вот этот из-за тяжести, конечно, он его не держит. Но ничего. Повесим на стену. Значит, здесь тоже ротанг. Я оплетала деревянную основу. Мне очень нравятся деревянные основы. Из-за того, что они широкие, плоские получаются. И здесь отверстие такое небольшое. В общем, вот именно деревянная заготовка мне нравится как основа для плетения новогодних венков. Здесь шептуны. Это валенки маленькие. Они создаются парами. Это валеные игрушки. Снеговик. И веточки ели. Ягоды. В общем, украсила. Вот такой новогодний венок. Игрушки все можно убрать. И, допустим, вот эту зимнюю тематику. И сделать осеннюю, весеннюю. То есть, игрушки, они просто прикреплены. Их легко можно будет убрать. Такой зимний венок. Еще раз говорю, что на дверь не хочу вешать. Хочу на стену, как панно. Красиво смотрится. Мне очень понравилось. Сейчас я вам покажу меньший венок, который уже висит на стене. Вот, видите, как смотрится. Это венок заметно, что он поменьше в диаметре. Висит на крючке, который можно к обоям приклеить. И потом его снять. И обои не будут повреждаться. Такой крючок. Тоже здесь деревянная основа. Ротанг из серии Прованс. Мне этот ротанг по цвету очень подходит даже в доме. Не только снаружи дома, но и в доме. Потому что у меня все вот такие оттенки. Голубоватая плитка такая же. Сероголубоватая. И паркетная доска. Здесь тоже такой легкий оттенок. Коричневого дерева, да. Вот этот вот налет старинный. В интерьер дома очень подходит. Здесь у меня такая осенняя тематика. Ну, она у меня здесь будет висеть как картина. Видите? Симпатично, как панно. Тоже игрушки всесъемные. Можно убрать. Что-то другое заменить. Украшения. Игрушки валеные. Это из шерсти. Яблоки. Тыквы мои любимые. Это я из проволоки накрутила. Сделала как... Вместо листвы я не хочу здесь листья. Слишком будет громоздко. Ляписто. А вот именно вот такие вот... Крашеная проволока зеленая. В виде спиральки я сделала. И довольно-таки красиво смотрится. Это вместо листьев. Чеснок мировой. Это я высушила. Сюда прикрепила тоже. Для интереса. Посмотрите, как замечательно смотрятся. Маленькие головки чеснока. Это при входе вот в дом. С коридора. В коридоре висит. Красиво смотрится. Мне нравится. Друзья, у меня на сегодня все. Сейчас очень редко получается снимать видео. Новогодние хлопоты. У детей новогодние елки. Встретимся с вами на новогодних каникулах в январе. Буду вам рассказывать и показывать семена. Что в этом году у меня будет новенького. Расскажу о некоторых планах на следующий сезон. Заходите в телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Кстати, там есть небольшая продажа излишков семян. Пишите сообщения, если кому-то что-то нужно. Подписывайтесь здесь, на YouTube-канале. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.